Честный, утешителю души истинный, И живи везде, и вся исполняй, Сокровище благих и жизнеподателю, И дни все лисяны, и очистены от всяких скверных, И спаси влажей души нашей. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Благослови нас, посылай нам разумение, Благослови на остаток жизни, на остаток дня нашего, И приготавливай нас всех к вечности, Чтобы мы не оказались отринутыми, как этот злой раб. Благослови Господь. Слава отцу и сыну и святому духу. Аминь. Сразу чувствуется, что сестра к вечности готовится к этому программу. Благодарим тебя. Да я такой же, как ты, недалеко. Просто наши молитвы уже более древних людей отличаются от молодежных. Молодежи еще все впереди у них. Вот они где. А чего вы не были на трапезе, а? Сестренки. Ну, так еще нет. Мы сейчас молились, маму вашу вспоминали. Я все в Северном Байкальске был. Сдержание или сдержание? Поехали. Какое выдержание? От щит поехали. Плохвально. А чего меня достаете тогда? Давай ешь, ешь с нами. Так не надо мне ляляшки. Я же уже взрослый. Я чуть ли не мамонтов ел. Так что вы в следующий раз приходите, не стесняйтесь. То, что у вас ничего нет, это ничего не значит. Знаете, сколько еды осталось? А еще лишнего кто-то принял на себя. Вот так. Я лично с вами своими бутербродиками поделюсь. Так вы успевайте, а то в пост попадете, а ей нету бутербродика в пост. Заговорились? Договорились? Хорошо, благодарю вас. Еще брата пригласите на бутербродики. Папкины. Подпишем, может папкой все равно будут. Духовным-то. Ладно, родной, не встал. Итак, у нас сегодня Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-29 стихи. Его, конечно, многие ждали, это оттолкование. Сестра у них сразу глаз прояснится, как необыкновенная. Не зря. Итак, Господь говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Виктор Андреевич, давайте вы прочитаете, а я тут на подхвате буду. А то я что, в последнее время. Виктор Андреевич, ведущий. Во имя Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна Богослова, 10 глава, 27-29 стихи. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. Толкование. Потом, подстрекая их, Сказывает, интересное выражение, Потом, подстрекая их, Сказывает и то, что получает идущее за ним. Что получит идущее за ним. Конечно, такими словами он возбуждает их И внушает им ревность и желание следовать за ним. Поль скоро он подает такие дары. Но спросит иное. Как Господь сказал, что никто не похитит их из руки отца моего, Тогда как мы видим, что многие погибают. На это можно ответить, Что похитить из руки отца никто не может, А обольстить могут многие. Ибо насильно и самовластно никто не может отвлечь их от отца, Бога. А по обольщению мы каждый день запинаемся. Как же, говорит, овцы мои пойдут за мною, и они не погибнут. А между тем мы видим, что погиб иуда. Но он погиб, потому что не последовал за Иисусом и не пребыл до конца овцою. А Господь говорит об истинных своих последователях и овцах, что они не погибнут. Если же кто-нибудь отстанет от ста до овец и перестанет следовать за пастырем, тот вскоре погибнет. Иуда был святым и овцою Бога, но отстал. Отпал именно по своему выбору и самовластью. Значит, зло или добро существует не по природе, но является и прекращается от свободного произволения. Вот толкование, прочитанные стихи. Какие соображения, у кого есть мнение? Можно, для того, чтобы соображения появились? Да, конечно. Дело все в том, что Господь начинает называть Бога Отцом. Ну, в молитве Отче наш, ну, Отец наш, на самом деле. Вот чем мы привыкли по циклу на славянске. На самом деле, Отец наш, Небесный, причем говорит. Отец наш Небесный. И я хочу напомнить просто, где впервые в Библии встречается слово Отец Бог именно. Вот это Второзаконие, 32 глава. Моисей обращается к народу Божьему. Последние уже его слова, перед тем, как исчезнуть никуда. Могила Моисея неизвестна, где Господь не оставил его в памяти народной, именно как монументом, таким, как у нас лежит у Мавзолея. А почему? Согрешимший пять слов произнес лишних Моисей. И поэтому Господь показал, что такое заповеди его. И даже Моисей не вошел в землю обетованную, хотя она была ему показана с высоты горы Нево. Итак, вот с первого стиха и по то место, где будет говориться об Отец. Внимай небо, я буду говорить и слушай, земля, слова уст моих. Глубинно, масштабно. Польется, как дождь учения мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Интересно, прекрасные такие же слова, как сегодня Златоуса, да? Как он рассказывал о Лужке. Ну, то есть какой-то пейзаж взял его, рассказал, как приятно там быть праведником в этом всем. И смиренным, и кротким. Дальше. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Вот до этого все, мы это уже слышали, да, 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 да. А теперь дальше. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам. Род строптивый, развращенный. Сиели воздаете вы Господу народ, глупый и несмысленный. Не он ли отец твой? Отец большой буквы впервые встречается в Библии. Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя. И дальше. Вспомни дни древние, по мысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе. Вот так вот Господь, значит, Господь то, что сказал Моисею передать, Моисей передает. Но уже последние слова мог бы и попроще как-то, да. Ну, я любил там вас. Но Господь говорит, говори всю правду и истину. Почему? И перед этим говорит, Бог праведен и истинен. И не прямо говорит им, что он отец ваш, а говорит, не он ли отец ваш? Почему именно с вопросом он обращается? Тут тоже не просто так. Если он отец ваш, как многие говорят, мой отец Игнатий Тихонович Лапкин, мой отец Игнатий Тихонович Лапкин, а сами поступают совсем не как будто он их отец. Интересно, тут вот слова мне вот становятся, то есть вот, например, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя. Из этих вот трех, мне понятно только одно, создал. А усвоил и устроил тебя, вот мне вот требует пояснение. Это надо будет отдельное толкование читать на эти слова. Который усвоил тебя. Ну, как тебе? Ну, усвоил, это значит, что он принял. Устроил. Нет, он принял, как народ Божий принял. Он говорит о народе Божьем здесь. Создал тебя, создал, как народ Божий создал. И устроил тебя. Устройство, это вот то, что они идут, цельно идут. То, что у них не лохматится обувь, одежда не лохматится. Это все Господь. Вот так вот, вот такое устроение им сделал, чтобы они видели, что без Бога не до порога. Вот это про народ Божий, вот говорит. Вот в чем дело. Потому что он обращается-то к кому? Сиели вы, вот народу. Воздаёте народ глупый, несмысленный. Не он ли, отец твой? То есть он не может всему миру это сказать, Моисей. Потому что с этим-то народом надо справиться. Помните фильм этот, Моисей, так как же, пророк Моисей 2000 года, нет? Новый который. Нет, нет, ну как он новый, 2000 года. Новый который 2000 года. Где он стоит и вышел, когда со скрижалями-то, а они там этого тельца, там пляшут, там пьянствуют. И он эти скрижали разбивает и в Богу взывает. Господи, как же так? Он так шёл с такой надеждой, что вот сейчас вынесет скрижали. Уже как бы предварительно, Господь же говорил, он же зашёл на гору ненадолго. И Господь сказал, давай там завет заключим, а заповеди ещё нету. То есть Господь заочно, авансом, даёт им завет с собой. Без того, что они ещё заповеди не слышали. И они там старейшины вошли, и написано, что Господь голосом, голосом, ну только к Моисею говорил, потому что перед этим они сказали, когда он сошёл, Моисей говорит, это Господь говорил в громе, в молниях, в ветре, а они, видать, тут получили порцию бури, урагана. И всё это показано в фильме. Как он стоит, слушает, вот так, говорит, сейчас они, ну пускай Бог говорит, и он встал вот так, ну там этого не было, ну приблизительно, пускай так. И он встал и говорит, слушайте, Бог говорит. И вот так стоит, и такой ветерок, его волосы так обвивают, и он стоит вот такой довольный, актёр этот ещё Бен, который он еврей, стоит такой прям на нос у него, и он стоит такой прям блаженства. А сзади него вот так кубарем все катаются, там ветер, буря это. Помните это, нет? Не помните этого? Ну, для кого это глаз Божий, а для кого катастрофа. Ну, а потом, помните, он пришел, а они смотреть на него не могут. И уже подошел, Аарон, закройся, брат. Не можем смотреть на тебя. На Киму поверх, чтобы не смотрели на него. И точно так же голос Божий не могут. И кричат уже, все, все, не надо, что Бог с нами говорил. Пускай только с тобой, а ты передавай нам. И все равно это не помогло. Все равно, лидер, лидер, да, ты лидер, лидер. Только немножко отошел, так, где наши каменья, давайте каменья точить. Лидер придет, мы ему покажем. Сколько раз его хотели побить камнями? Господи, меня и камнями хотели побить. Лидер. Лидер это сложное дело в духовном делании. Потому что народ свободный. Каждый хочет быть лидером. А слушает голос только один. Вот ему да. Он же как бы не местный, он же не из их среды. Он же и фараоном был. И что? Ну, поэтому они все равно как-то... Нет, там, понимаешь, там... И вот есть фильм «Моисей и фараон». Есть новый фильм. Ну, он такой, не очень мне как бы нравится. Но такой красочный. Не видели его, да? Ты как? С 16-го года, по-моему. Ты видела его? Нет, он про «Цари и боги» не видел. А, вот, «Цари и боги», наверное, да. Ну, «Моисей и фараон». Другое название. Это в этом интернете, видать, ходит. И вот там вот интересно показано, что он имел отношение все-таки с евреями. А почему? Это видно из того, что они его знали. И когда он убил этого воина, который... Ну, епьянина, вернее, написано. Ну, скорее всего, какой-то охранник. Да, воин охранных войск. Вот этих внутренних войсков у них были. И откуда он взялся? Если так-то разбирать, то... Это он на самый низ ушел. А откуда он сверху, там, из дворцов придет туда, где этот воин разбирается с этими рабами? Это же надо быть в той среде, правильно? Это же не по всем уголкам было. А именно в том месте, где они работали. Они же не работали во дворцах там где-то или что. И там показывают, что его, как руководителя, ну, старый фараон, ну, отец этой дочери, которая назвала его сыном своим. То есть, получается, он сын, внук фараона. Вот какой смысл-то все. И он его посылает на какие-то работы. И он приезжает туда, видит, как там все устроено. Ему не нравится. Наказывают людей до такой степени, что там бичами. Ну, это и понятно было их, потому что, ну, наказывали они рабы. И он свои претензии высказывает там этому. Но он же там был не работником, он был тоже как администратор. Он администратор, посланный самим фараоном. Поэтому там все вот так стояли перед ним. Они могли же к нему залезть какой-то. А что они тогда, когда один напал на другого своего же еврея и начал притеснять его, ну, что там, я не знаю, отбирал у него что-то тоже. И он вступился и говорит, вы же братья. Он удивлен был. Он-то за них вступается с высоты. Он понимает, что вот рабы евреи, а вот египтяне, которые их притесняют. А внутрь-то, когда вошел, и он увидел, что там между ними-то тоже распри. И он бежит, и 40 лет его нету. И в этот самый момент они его, видать, там поминают. Там же Аарон. Он им, видать, тоже там плешь проел. Говорю, вы что, брата моего, вы сами сдали. Вы что делаете? Он за нас был. Он бы нам послабление сделал. Придурьте. Ну, а иначе как бы он его посылает. Он уже известен, Аарон и так далее. Старший брат. И когда он там 40 лет в Мадиамской стране живет, вы знаете, где Мадиам? Вот гляди. Показать невозможно. Как же показать-то? Ладно, вот Средиземное море. Вот Средиземное море. Средиземное море. Вот. Вот здесь под низом. Вот это вот Египет. Вот это. О, О, Египет. Вот большой Египет. Вот это Нил течет. Нил. Вот это, вот это Синайский полуостров. Вот Синайский полуостров. Он большой. Вот такой. А вот тут вот в конце, вот тут есть пролив Красное море. называется персидский залив называется персидский залив и вот здесь вот страна мадиамская но так вот если измерить это приблизительно полторы две тысячи километров часто правильно хорошо хорошо так это египет остался а здесь здесь кувейт ирак да то есть понимаешь это это он туда убежал то есть его так вот господь его туда отвел в мадиамскую страну это тесть у него а тесть у него был священником священником единого бога как он узнал через скорее всего вот откуда мельский садек откуда иов знал и иов знаешь где был находился и в тех местах где сейчас емин где сова где вот это мухаммед родился аравийский полуостров вот так вот оттуда во иов был вот с тех мест ну там же недалеко были его друзья тоже жили там по этим местностям откуда он там узнал но мелхиседек был там в палестине кстати палестину господь его туда и привел а там был священник бога всевышнего мелхиседек уже был на земле обетованной то есть получается когда апостол павел вспоминает мелхиседека как хочет показать иисуса христа почему он сын божий почему он царь почему он ну почему спаситель христос помазанный и он вспоминает мелхиседека и говорит как у мелхиседека нету отца то есть никто не знает где он родился точно так же иисус христос пришел отца не знает не знает никто и он пришел также то есть священник Да, Моисей согрешил, но это не так же, что Моисей праведный, ждет, когда он согрешит, чтобы не показать ему землю. То есть все-таки какие-то уже действия он совершал, он уже охладел. Наоборот, он чересчур ревностный был, как Петр. Петр же не охладел. Ну, я договорю. И тут он, да, и когда Господь его посылает, и он уже с каким-то таким настроем был, не очень праведным, и тут он согрешает. То есть уже все-таки впадает этот грек. Он же не просто согрешил, он просто пастор. Он раздражился там же явно, он лишние слова говорил, он раздражился на народ. Я думаю, что к этому все равно что-то уже, какие-то предпосылки у него были. Но вообще его хотели камнями побить? И вообще там тельца золотого? Ну, вот это мои мысли. То есть я вот так это вижу, что Моисей все-таки, он, как сказать, ну, может быть где-то не подводится. Я, можно, ты закончила? Да, да. Мне думается, что я больше соглашусь с братом, потому что здесь речь идет не о простом, так сказать, проступке, или охлаждении его веры, или какое-то там отношение к своему народу, которому он предводителем был. А скорее именно от ревности, от большего негодования, что он вложил столько, и вот он именно победил. Ну и Господь вот так его наказал. Ну, а как? Ну, своеобразное наказание, знаешь. Богу знаешь, мы не можем диктовать, как наказывать нас. Ну, можно я? Да, брат, сейчас еще быстро хотелось сказать. А, давайте, давайте, давайте. О Майдианитянске. Похочи говорите. О Майдианитянске, что они происходят-то откуда? От Авраама. Есть сведения, что от Хитуры, Майдианитянске, от его жены произошли. То есть Авраам Хитурой, поэтому он такой священник, это да, Бога Всевышнего. Потому что все-таки от Авраама, значит, что-то было заложено какая-то о Боге информация. Вот, поэтому Брайанна сестра задала вопрос, и почему он был такой священнослужительным-то? Вот, как я проясняю, Брайанна сестра проясняла. Через Авраама. Через Авраама он там, значит, имел это последствия. Ну, а то, что Мирхаседека вспомнили, и его, тоже неплохо. Да, конечно, конечно. Правда, они вообще непонятно откуда. Есть такое место, вот там, в исход, где жена его, Сепфора или как я знаю? Как, у кого? У Майдианске. Да, Сепфора, да? Что, когда 10 казней египетских, и вот эта последняя казнь, смерть первенцев, что она обрезала сама усы на крайнюю плоть и бросила к ногам Моисея, потому что Бог хотел его убить. Было там такое место? Нет, я проповеди не там не выложила. Только ты, временные рамки, это все было. Порядок. Только это было в то время, когда они шли в Египет, возвращались. Это было. И там разговор идет о Моисее и его старшем сыне. Старшем сыне. Вроде как, Бог его хотел тоже убить. Да, да, хотел убить, и нужно было обрезание сделать. И она сама обрезала его. Она сама обрезала. А почему Бог хотел его убить? Он не хотел обрезать или что? В чем причина была? Не, ну он... Они шли на великое дело вывести народ, и поэтому все должно быть, все должно быть, как сказал, при крещении. Правду и истину нужно говорить. Все как при крещении Господнем было. Господь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Чтобы исполнить правду, ты должен быть праведным до конца пред Богом. А правду должно было быть обрезано? Все дела должны были быть сделаны. А Моисей сам не обрезанный на роду, да? Кто его обрезал? Но Моисей был не обрезанный. И смог вывести. Не обрезанный ли он обрезался? Нет, ну его обрезали. Его обрезала, она его обрезала. Она его сам. Ну, конечно. Все, поняла. Вместе со своим сыном. Я теперь поняла. А как бы Моисей, кто бы его обрезал-то? Его же... Ну, этот сам тебя обрезал, да? Его же спасали. Аврам сам себя же обрезал? Аврам, да, да. Ну, обрезал. Ну, я думаю, сам. Там не прописано это. Ну, сказали обрезаться, обрезал. Подожди, а почему Моисей мог быть не обрезанным? Ну, потому что он же был маленький. А, ну, в каком возрасте они это делали? Восьмидневный. Ну, восьмидневный. Значит, обрезанный. Скорее всего, его обрезали. Потому что дочь фараона сразу поняла, что это еврей, потому что, скорее всего, он был обрезанный, наверное, когда-нибудь. Ну, может быть, и так, да, что... Он же сказал, это же из младенцев еврейских. Оттуда уже не в первый день был брошен. Ну, вполне, да, вполне, что он мог быть обрезан. Да. И... Ну, а там дальше, видите, я физиологию слабо знаю. Там, а ну, как там, что, видно было сильно, нет? То есть, его фараон-то не знал, что он еврей. Ну, физиология, это анатомия, она известная. Ну, да, открыто есть. Ну, смысл, не все объединяет. Все объединяет. Ну, может быть, такой родился, кто, не знаю. Но мама-то знала, я так понял. Интересное значение. Значит, обрезали этого. Это же у нас тоже в Бытие, там, какая глава-то? Ну, и вот это... Третья глава. Интересно, что... Третья глава это есть, это нужно даже. Раз она была дочь священника. Там, жених крови, сейчас просто найдем, и все. Почему она ждала до такого момента, а сразу тоже сына не обрезали? Раз она уже была дочь священника, Бога Единого Всевышнего, они должны были соблюдать на восьмый день, обрезать? Почему она дотянула до взрослого... Они же не евреи, они все равно. А, это другой народ? Не до конца. Празелиты, или как это сейчас называлось? Нет? Неважно для них это было, да? Главное, что они служили... Ну, наверное, что-то соблюдали. Что-то... Ну, понятно. Да, это исхода, четвертая глава. Четвертая глава исхода. Ну, сейчас мы полностью прочтем, что было. Вот, глядите, как было. И скажи фараону, 22 стих, 4 глава. Так говорит Господь, Бог еврейский. Израиль есть сын мой, первенец мой. Вот можно уже, кстати, здесь говорить, что он отец. Да, сын. Я говорю тебе... Ну, нету отец тут все равно. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогую на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, да, и бросив к ногам его, сказала, ты жених, кроме меня. И отошел от него Господь. То есть, видать, не давали обрезать Моисею. Не давали. То есть, ему не давали там в этой Мадятяне его обрезать сына. И когда все случилось, она увидела, и видать, был разговор уже об этом, потому что, видите, перед этим, какие наказания будут. И обрезала сама. Деваться некуда. Испугалась, что сына поделали. Ну, конечно, сына бы не было, и все у нее. Я думаю, что надо перейти к следующим стихам. Да? Ну, подожди, а жених крови у меня, это кто? Она к Богу говорит? Или к мужу? Или к кому вообще? Жених, ты жених крови у меня. Что это имеет она? До кого? Интересно, это важный вопрос. Слушай, ну, давай ты потом... Запиши все вопросы, запиши, и все, хватит там ставить. Жених с маленькой или с большой? С маленькой, конечно. С Моисеем она. Значит, Моисеем. Бросила к ногам его, да. Так, 31-й. Кстати, а Моисей-то уже давным-давно в Египте, она же одна шла. Странно, а почему у нас тридцатый стих куда выпал? 27-29 и сразу 31-36. А что, тридцатый стих, где? Кридцатый стих, где? Да. А, тридцатый стих. Вот здесь он здесь. Давайте, сейчас я все, 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 все. Сейчас посмотрим. Иоанна, десятая глава, тридцатый стих. Так, вот, почитаем. Десять. Так. Двадцать и отец мой, который дал мне больше, у всех никто не может похитить из рук отца. Я и отец одно. Да, вот это в Росе. Да, надо тридцатый добавить. Тридцатый добавить, да. Все, понятно теперь. Итак, тридцатый, тридцатый, шестой стихи. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им. Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им. Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги. Псалом 81.6. Боги с маленькой буквой. Если он назвал Богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, могохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Как в немногих местах он говорит, я Сын Божий. Толкование. Так как Господь сказал, что я и Отец одно, это 30 стих, разумеется, по власти и силе и показал, что рука его и Отца одна, то иудеи сочли это за богохульство и хотели побить его камнями за то, что он делает себя равным Богу. Господь, обличая их и показывая, что они не имеют никакой богословной причины неистовству против него, то ярятся напрасно. Напоминает им о чудесах, которые он совершил и говорит. Я показал вам много добрых дел, за которые из них хотите побить меня камнями. Они отвечают, мы хотим побить тебя камнями за богохульство, за то, что ты делаешь себя Богом. Он не отрицает этого, не говорит, что я не делаю себя Богом, я не равен Отцу, но еще более утверждает их мнение. А что он Бог, доказывает это тем, что написано в законе. Законом же называют и книгу Давида, равно как и все описание. Слова его имеют такой смысл. Если получившие обожение по благодати суть Боги, с маленькой буквы, Псалом 81-6, и это не поставляется им вину, то какая справедливость, когда вы осуждаете меня, который по естеству Бог, которого Отец осветил, то есть определил на заклание за мир. Нужно прочитать Псалом 81. Давай. Я сказал, вы Боги и сыны Всевышнего, все вы. Ибо отделенное Богу называется святым. Очевидно, когда Отец осветил меня и определил на спасение мира, я не равен прочим богам с маленькой буквы, но есть им истинный Бог. Если же и те, которым было Слово Божие, то есть я, ибо я Слово Божие, выделено жирным шрифтом, я-Слово Божие, и я, с большой буквы вселившись в них, даровал им сыноположение. Если они суть Боги, то тем более я могу без всякой вины наказывать себя Богом, называть себя Богом. Я, который по естеству своему Богу и прочим дарую обожение. Так интересно. Я, который по естеству своему Богу и прочим дарую обожение. Ну да. Царство небесное. Да постыдятся сих слов о реале и нестариане. Ибо Христос есть Сын Божий и Бог по существу и естеству, а не тварь, и дает обожение прочим, которым было Слово Божие, а не обожается сам по благодати. Очевидно, Он настоящими словами отличает себя от обожаемых по благодати и показывает, что обожение даровал им Он, будучи Слово Божие и вселившись в них. Ибо это обозначается словами, которым было Слово Божие, с которыми было, в которых обитало. Как же я богохульствую, когда называю себя Сыном Божиим? Ибо хотя я ношу плоть и происхожу от потомства Давидова, но вы не знаете тайны и того, что плотское естество человеческое не иначе могло принять беседу с Богом, как только если Он явится Ему во плоти, как бы под завесой. Стоит прочитать сейчас толкование? Да, 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 конечно. А может, вначале порассуждаем, потом еще раз почитаем? Не, а игнотик сначала подключим, чтобы нам помогло. Желая что-то поболее усилить, сделать более ценным для слушателей, Господь прибегает к сравнению с самим собой, олицетворяя предмет и события. Иногда это сказано как бы мимоходом, однажды по сравнению себя и названию себя Словом Божиим. События, выдающиеся, пришедшие из рая, встречающиеся во все семь с половиной тысяч лет истории человечества. Слова «Так говорит Господь, слушайте Слово Господне» были как эпиграф, некий позывной сигнал оставить все дела, споры и недоверие и внимать глаголу, исходящему от вечного Бога. Исайя 1, 2 Отвергающее Слово Божие отвергается самого Бога. О пастыре, что вы наделали, уйдя от Библии, вечного откровения вечного Бога? Все, что есть на земле, со всеми божественными и богослужебными книгами, со всеми храмами и кадилами, не стоит одной буквы Библии. Все звезды и все галактики не стоят одной буквы Священного Писания. Далее. Второзаконие 32, 1 «Внимай небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Матфея 24, 35 «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Марка 13, 31 «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Лука 21, 33 «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Целое тысячелетие кромсали и уродовали все, что исходит из Библии, и, наконец, полностью забыли о ней. Страшно читать историю русской Библии. Всего лишь в 1876 году Библия была переведена на русский язык. Были люди, понимавшие важность Библии. Профессор Павский, преподаватель духовной академии, знающий древнееврейский язык, перевел почти полностью Ветхий Завет и размножил самостоятельно. Налитографировал 500 экземпляров своего чудного труда и раздал студентам, чтобы они могли понимать смысл Библии. Но церковное начальство русско-православной церкви узнало про этот криминал Павского и был дан приказ немедленно сделать розыск, найти все эти экземпляры и сжечь. Они были сожжены, а на самого профессора наложено строгое взыскание, как на врага. Даже царь, даже митрополиты, понимавшие важность Библии, ничего не могли сделать, чтобы издать ее на русском языке. Люди убивали Христа и думали, что тем служат Христу. Иоанна 1.1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Когда мы говорим Библию, мы всегда должны представлять уста Христа, произносящие эти библейские слова. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Я Слово Божие. Можно я прочитаю? А теперь в Библии второе место. Первое прочитали мы в Второзаконе 32.6. Отец, с большой буквы, про Отеца, с вопросом задает. А теперь второе место, где в Библии, где Господь называет себя с большой буквы Отцом. Это место Малахия. Третья, вторая глава. С первого стиха, чтобы понятно было. А по времени, какая разница во времени между ними? Между ними? Да. Ну, приблизительно 2000 лет. Ага. Вот слушай. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь... Кому тут обращается, Игорь Тихонович? Господь кому обращается? Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саволов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму вас плечо и помет вас кидаю на лица ваши, помет праздничник жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с левием, говорит Господь Саволов. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саволфа. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет леви, говорит Господь Саволф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, и цеприятствуете в делах закона. И 10 стих. Не один ли у вас, у всех нас отец? С большой рукой. Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вот так. Все вернулось на круги своя. То есть вот Бог-Отец не так часто упоминается. И это последний. Больше нет у Ветхого Завета отца, чтобы один с вопросом, а другой так назван, что опять же с вопросом, не один ли у всех у нас отец? Малахия совсем перед Христом появляется где-то, да, рядом? Да. За 400 лет? С копейкой. За 430, хорошо. 430 лет. Столько же ровно, сколько Господь отсутствовал до Моисея. 430 лет. Не было пророков у еврейского народа. То есть как Иосиф ушел, и 430 лет они ждали. Дождались Моисея, лидера. Ну и сразу же камышками побить его. А потом много там чего было еще. И спорили, спорили. Потом за Орона взялись. Хотели через за Орона тоже к нему подвезти, к Моисею. А сами, пускай Бог говорит с тобой, пускай Бог. Ну что, непонятно, что ты по зависти только хочешь в лидеры выбиться. А дальше что? Апостол Павел сказал, из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Ну чем закончится? Ну все, не будет церкви. Не будет церкви. Один Бог сохранит. И если бы, говорит, Господь не пришел ради избранных, то не сохранилась бы живой ни одна плоть. Никакая плоть. Ради верных Господь придет. Значит верные будут. Найдет ли Господь веру на земле? Найдет веру? Найдет. Но так же, как Иисус Христос пришел и нашел 12 учеников. Кстати, у Ездра написано, так интересно. Там написано, что самые лучшие будут оставлены на последнее время для большего прославления от Бога. Вот самые будут сильные, стойкие, которых Бог наградит. И первые станут последними, и последние станут первые. Ну потому что будет, ну уже и сейчас понятно, ведь не нытьем да катанем сатана действует. Вот сегодня проповедь была. Вот это Бог говорит, а это дьявол. Вам не понятно, что это Бог сказал, это дьявол? Не понятно? Ну допустим, ну выпускается какой-то закон в государстве. Ну допустим, мобилизация. Ну что, непонятно, с кого закон? Или еще же вам что-то говорить? А другой закон выпустился, чтобы повысили заработную плату. Она сейчас будет составлять почти 20 тысяч рублей. Все. То есть будет смотреть уже, получает человек 20 тысяч на работе или нет. А уборщица все равно объявления висят 8 тысяч рублей. Ну это потому, что там никакого пакета не будет. А если есть пакет, она подпишет договор, она не имеет права подписывать меньше, чем за 19 тысяч. Я вот скажу, у меня муж на работе, слесарь. Уже слесарь? Он всегда был слесарь. Ты же сказал, что он сварщик. Ну, сварщик он другой был. Тут он и слесарь, и сварщик, но основная у него слесарь. А, там вообще не писали. Как он работает? Он ремонтирует. Слесаремонтник. А, слесаремонтник. 18 рублей в час, поверите, нет? Да ладно. 18 рублей в час по договору. Сейчас что-то там, вспомни, намного там подняли. Слесарь 30 есть? Нет, ну это говорит о том, что вот это хотят сделать уже. Ну понятно, что это Господь заботится. То есть эти законы мы должны понимать. И кто их, это для чего? Для того, что какое-то слово близких нам людей рядом, находящихся, это такой же закон. Ты с ними рядом живешь, он не прописан, этот закон. Но это закон. Новый год, к примеру. 8 марта, 23 февраля, праздники эти. Это закон, нигде не прописано. Но это закон. Ты должен выпить, ты должен поздравить всех. От кого это? Ты должен знать, вчера читали о приметах дней, о ворожбе, о гадании, проповедь была. Это Златоуст нам напоминает. Это в те времена было. Только тогда видели девицу и говорили, ой, сегодня к несчастью девицу увидел. А если увидели развратную женщину, блудницу, ой, сегодня несчастье, развратницу увидел. Сегодня несчастье будет, хороший день будет. А что ты, а я тебе скажу, что перед революцией хуже было. Видели монаха, если рядом монах прошел, то к несчастью. Если с пустым ведром кто-то прошел, особенно женщина с пустым ведром, это к несчастью. А если с полным, то к счастью. И специально стояли и ждали, когда от колонки начнут отходить. А вот этот кот дорогу перейдет, но пока наоборот. Только бедному коту и не везет. Черный кот, что ты ни разу не тормозила перед черным котом? Перекрещивала. О, даже перекрещивала. За пуговичком. А я на машине еду, представляю, черный кот перебегает вот так посреди дороги. А там с той стороны, с этой стороны люди тормозят, начинают вот так вилять. А я христианин еду. Я ничего не могу сделать. У меня тоже такое желание. Думаю, перекрестить что ли? А потом думаю, да это же суеверие. А столбы, помнишь, вот такие два столба. На люк, смотри, не наступи. Что, не было этого у вас тоже? Да, в детстве вообще перепрыгивали. Не, ну там не потому, что ты упадешь, а потому что несчастье может быть. Крышка перевернула передам. Нет, потому что несчастье может быть. Вот почему. Не потому что крышка... Счастье будет там в колодце. Да нет, это может быть вы так. Не было в детстве тогда, Игорь правильно говорит. А вот эти столбы, под ними козел, козел. Все, козел, попробуй пройди. Я не знала. Ну вот у нас было такое. Было? Да. И тогда. Чертого ворота. Так что, то что Златоуст пишет о тогдашнем, а сейчас, я вчера даже сказал это, проповедь читал, а сейчас у нас карты, там были свои, всякие заморочки в них там в то время, а у нас карты, карты это вообще полностью жизнь Иисуса Христа, в которую ты играешь бумажками. Что, не знала, что ли? Брат, у меня вопрос. Не поняла даже, про что ты говоришь. Карты, там крести, это крест. Крест, крести. Про суверие я говорю, давайте. Как хоть по суверии. У меня мама стучит до сих пор, поделила. Люди православные, какой суверие может быть? Нет, ну другие-то служат. Нет, черного кота перекрещивают. Нет, ну просто... Ой, тебе, бедный, граждан, у меня вопрос. Бабушка, успеешь. У меня вопрос, пожалуйста. Вот он здесь впервые говорит или еще в каких местах говорит, я сын Божий, открыто так. Нет, ну он говорит, конечно, еще есть. Он говорит, ну мы можем открыть, где это есть. Да и все. Ну давай посмотрим. Потому что это вот, мы чаще видим, когда он говорит, даже запрещает говорить об этом. Что с ним произошло чудо. О, нет, нет, до какого-то. Я сын Божий, это вот еще какие-то есть места? Да, ну он это... Я думаю, что здесь он открытие всего говорит. Только сынами Божьими звали же и правильник. Ну да, да, да. Да, да. Так что... Я и отец одно. Ну, нет, это я и отец одно, это как бы прикрыто. Вот, 226 мест, где говорится... Ого. Божье. Не, ну тут Дух Божий, а Сын Божий. Сын Божий. Тяжелее. О, что я тут такое написал-то? Извините, сейчас я... СФМ какой-то тут у меня вышел. А, вот 36 мест всего. Так... Ну, это мы сейчас быстро. Вот, Матфея 4, 3. Если ты сын Божий, скажи, это прям начал уже сатана. Его не испытывать. Нет, это понятно. Дальше. Кто его называл сыном Божьим? А что он открыто сам о себе говорит? Вот они закричали, что тебе до нас Сын Божий. То есть, вот, это... Бесы первый раз это делают? Нет, эти места непонятные. Бывшие же в лодке подошли и сказали, истина, ты Сын Божий. Другие о нем говорили. Когда он сам о себе заявляет, я Сын Божий. Ну, вот, Матфея 27, 43. Я Божий Сын. А, ибо он говорил. Ибо он сказал, я Божий Сын. Ну, да, он говорил, да. Матфея 27, он был Сын Божий. Так, ты Сын Божий. Сын Божий, Лука, ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Какой там был Сын Божий? Я Сын. Матфея. А, он говорил, я Сын Божий. Это Матфея 27, 43. Я Божий Сын. Матфея 27. И сказали все, итак, ты Сын Божий. Да, все о нем говорили. Лука 4, 41. Ты Христос Сын Божий. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Это было такое, это четвертая глава Евгения Георгии. Еще я хочу для себя, вот я здесь вот в этом толковании, вот это для меня как откровение, стало быть нечасто я читаю это толкование. Я Слово Божие, Господь, я Слово Божие. То есть, как нужно относиться к Слову Божию. Ну да, вот это единственное место, где он сказал сам Я Сын Божий. Нет, в тексте нет этого. Больше нету. В тексте нет этого, это здесь в толковании. Ну, это Иоанна, толкование, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Вначале было Слово, и Слово было Бог. Я Отец одно, он говорит. Нет, это так. А вот что, Я Слово Божие, это только в толковании. В тексте тоже нет этого. Он обожает, что он входит в людей, обожает. Ну, там же про дверь было тоже, и дверь тоже. Дверь и Христос, и Слово Божие тоже. Так, ну все. Спаси Христос, мне очень интересно было. Ну. Старайтесь. Достойно есть якова истину, Блажите Тя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без истрения Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебе вечаем. Юля, помолись, пожалуйста. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем собираться, изучать Слово Твое. Благослови нас и жить по Слову Твоему, чтобы достичь Царства Твоего Небесного. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Валентина.